Сначала, конечно, хочу всех поздравить с прошедшим праздником, 21 апреля, по-день местного самоуправления. Все поправшиеся в этом зале имеют местное самоуправление и самоуправление отношения. Поэтому, всех, кто поздравил праздник, старосты – это первые помощники администрации, как в населении, так и в городе. Это очень хорошо, что сейчас и в городах появились в совете. Добрый день, уважаемые участники совещания. Особенно хочу поприветствовать наших несмирных помощников старостейских поселений и представителей общественных советов в административных центрах. Во-первых, мне хочется напомнить некоторые цифры, которые у нас уже выстроились в протяжении больше десятилетия. И мы отбираемся и работаем сегодня на 133 старосты и 20 представителей общественных советов в административных центрах. Смир субсидий в 2014 году он был всего лишь 4,1 миллиона рублей. В 2014 году это уже 8,5 миллионов рублей на нашу территорию. И с 2015 года, 2015, 2016, 2017 год – это стабильно 12,7 миллионов рублей. Всего за это время, если суммировать 5-летнюю работу с учетом 2017 года на нашу территорию, по этим двум законам пришло и придет и будет реализовано в этом году суммарно более 50 миллионов рублей. Вы как барометр кожи чувствуете ту работу, которую нужно сделать именно сегодня, именно сейчас. И наше население это обязательно заметит. Сегодня я хочу просто по поселениям назвать тот объем работы, я думаю, это вам будет интересно, Ингисепска в районе и средств бюджета местных поселений. И, конечно, все это совпадает или переходит в программы нашего региона, где мы уже достойно, не первый год, занимаем, скажем так, не последнее место в софинансировании по разным проектам. Сегодня актуальные вопросы, на сегодняшний день следующие. У нас в этом году заканчивается деконструкция фока на улице Воровского и благоустройство территории и объекта. По просьбе жителей, да и мы сами видим, раз у нас проект благоустройства вышел за рамки сдачи фока в эксплуатацию, то мы расширим этот проект, учтем новые дворовые территории и сделаем комплексное благоустройство с разбивкой на два года по воду в фоковую эксплуатацию и его благоустройство. Дорожные ремонтные работы в этом году тоже, благодаря тому, что законодательство уже несколько лет, как создан наш дорожный фонд и конкретно зачисляя все средства в дорожный фонд, мы ремонтировали, ремонтируем и будем много ремонтировать дорог и в этом году в том числе. Ведется начатое, ведется строительство плавательного бассейна. Сейчас ведутся все подземные работы, закладываются коммуникации, отводится вода, бельневка, дренаж. Подрядчик работает в графике и хочу подчеркнуть, что, конечно, этот плавательный бассейн, это не просто бассейн, это дворец спорта, это будет визитная карточка Кингисепского района, города Кингисепп. И, конечно, это большой спортивный объект для всей Ленинградской области, особенно для его юго-западной части. Я думаю, через 2,5-3 года он порадует всех кингисепсов и соседние районы, которые с нами граничат, тоже смогут им воспользоваться. Практически заканчиваются ремонтные работы в городе Кингисеппе, это в литературном доме. Мы сделали очень хороший объект, я недавно его сам посетил, был крайне доволен и качеством ремонтов, и то, что там будет, вообще, какую услугу мы будем оказывать населению. Также в шахматном клубе вместе с компанией «Сибур» мы ведем реконструкцию шахматного клуба, скоро спортсмены наши будут иметь очень достойный, просторный, светлый, хороший объект. Строительство административного здания с раздевалками в парке «Романовка» для наших футболистов. Кто мимо проезжает, видит, уже третий этаж воздвигнут, уже перекрытия все стоят. Буквально в считанные недели мы закрываем весь контур и приступаем к следующему этапу работы. Хоккей-коробку полностью, если 100-100% компаний «Романовка» выделила и на раздевалку, и на коробку саму. Это будет универсальная коробка, где можно будет заниматься несколькими видами спорта в наших ребятах. Идет реконструкция спортивных раздевалок, самузлов и тренировочных комнатах детской спортивной школы «Юность». Это очень выстраданный проект, мы его собираем почти что три года. Этот проект дал возможность реализовывать сразу два проекта. Отсоединить церковь от манежа и ремонтировать уже и церковь, и сам манеж. Сам манеж будет сдан в эксплуатацию в конце мая. И, соответственно, мы планируем уже традиционный турнир по боксу, посвященный дню рождения города Кенесеппо, ям-ям города Кенесеппо, провести уже в новом манеже. И я, наверное, дальше по проектным работам, по тем работам, которые ведутся в городе Кенесеппе, здесь еще на два листа, это все возможные проекты, которые будут реализовываться в будущем. Это и дороги, и водопроводы, и газопроводы. Очень много именно будет этих работ сделано в будущем. Большое русское сельское поселение, в котором мы сегодня с вами находимся, это проектно-изыскаческие работы по распределительному газопроводу Новопятницкое. Это тоже хороший большой проект, он нужен людям. Подготовка к конкурсу документации на строительство у Александра-Горской школы спортивной площадки, тоже эта работа ведется. Ремонт региональной дороги будет проведен по территории поселения Кенесеппо, Мановка, Орлы, Копорье. В Вистинском сельском поселении в этом году будет выкуплен ФОК, ФОК уже построен. В Вистине скоро продолжится строительство амбулатории. Очень долго мы разбирались с некоторыми финансовыми вопросами по строительству этой амбулатории и юридическому, опять же, выкупу этой амбулатории. Наконец-то все эти узелки развязаны и смело можно сказать, что в ближайшем будущем в Вистине амбулатория продолжится строительство. Также, Вистине, мы по инициативе вистинцев и поддержкой районной администрации ведем проектирование многофункционального культурного центра, которые в Котевском поселении ждут реализации, ждут своей очереди в реализации. ФОК мы уже обратились в правительство Ленинградской области, чтобы войти в софинансирование, войти в программу реализации спортивных объектов в Ленинградской области. Амбулатория буквально скоро будет комитетом по госзаказу выставлена на аукцион. Надеемся, что уже в летний период будут подписаны все контракты по процедуре, потому что займет где-то около двух месяцев. И в августе-начале сентября месяца в Котевском начнет строиться амбулатория, которая очень крайне нужна населению. ФОК, которые будут строиться на территории. Также в Котевском сельском поселении во многих населенных пунктах, это Кайбалово, Удасово, Тюйтицы, Вельгода, идет строительство и подводящих газопроводов, и распределительных газопроводов. Так что скоро эти деревни будут обеспечены газом, и естественно население, индивидуальный частный сектор, деревни будут с газом. Ремонт очистных сооружений в деревне Гузенкино, также подготовится документация для тендера. Аполевское сельское поселение, здесь тоже ведется большая работа, реконструкция очистных сооружений в деревне Аполия. Модернизация уличного освещения и замена оборудования в 17 деревнях ведется по этой части. Проведение первого этапа капитального ремонта здания ДК в деревне Алексеевка, тоже этот проект мы ждали не один год, чтобы он реализовался. Укладка, покрытие и благоустройство территории прилегающей к хоккейной коробке ведется работа. Ремонт дорог в деревне Заполяр, улица Луговая, деревня Алексеевка, улица Зеленая и улица Лесная. Практически 80-90% объектов, которые я перечисляю, ведутся с софинансированием районного и регионального бюджета. Пустаневское сельское поселение. Проектные изыскательские работы по распорядительному газопроводу по станции Веймар. Подводящий газопровод уже построен. Строительство новой школы в Кустомерже. Хочу подчеркнуть, что это индивидуальный проект. И школа будет в таком новом формате. Надеюсь, что она займет достойное место в Ленинградской области. Служское сельское поселение. Проектирование детского сада на 220 мест. Ведем активную работу. Ведем мероприятия по утеплению фасадов. Замен крови. И также уже практически мы подобрались. Остались, может быть, месяц-полтора-два. Есть технические моменты. Это проектирование ФОКа. Изучается возможность. Делается предпроектная работа. И вот отец и представители деревень, близлежащих деревень, полагаемого строительства, предполагаемого. Никто не владеет еще землей. Нет удовлетворения документации после этого места. Решил предполагать для себя. Он не имеет на это право. Никто не может изучить этот вопрос. 27 числа около 50 человек из котельского сельского поселения на автобусе выезжают на приблизительно аналогичный объект, чтобы его посмотреть на пользу в Санкт-Петербурге. И чтобы увидеть воочию, что это такое. Нам это не надо и просто не надо. Ну давайте тогда все, что сейчас творится в лесах, что у нас лучше мы откроем еще один полигон, где просто будем складировать и вот выдувать входы. Это нормально. А если мы построим один завод, который будет обслуживать половину Ленинградской области, это плохо почему-то. Каждый хочет саму слониться от этой ответственности, от этой работы. Мы готовы ее взять на себя. Мы этого не боимся. Я лично побывал в 10 странах Европы, увидел эти все объекты. Я очень рад, что вопросов в зале нет. Это для меня большой барометр того, что вы слышите, вы видите, как работает администрация. У нас с вами есть доверительные отношения. И для нас это является, наверное, тоже оценкой. И возможность в дальше месте работать на благо нашего населения. О ремонте автомобильных дорог общего пользования на территории Кынгисепсского района. Год запланировали 12 улиц в городе Кынгисеппе. Я называю тревогу, тут уже они в прессе были. И 9 проездов на департаментах до нас. Значит, по поводу гарантийных ремонтов. Гарантийные ремонты назначены по постам 4 года для асфальтового покрытия и 5 лет для щебеночной дороги. На примере нашей службы, службы заказчика, мы уже каждые полгода, то есть осенью и весной, мониторим состояние дорог. И в течение 4 лет подрядчикам предъявляем претензии, если их дороги, может, ремонтированные, пришли в негодность. Сейчас это порядка 25 участок улицы, которые мы сделали за последние 4 года. Вот сейчас, за апрель, мы провели уже серию, так скажем, встреч с подрядчиками, которые работали в дороге, все их недочеты указали, и по наступлению положительных температур, нет пока ни одного, кто бы отказался выполнить гарантийный ремонт. В прошлом году мы разработали в Перуле для нашего города схему газификации. Требуется закольцовка всего города Кингисепа, и только оттуда можно будет запитать микроорганизм, залечный за Победовским мостом. Занимаемся, и вот добавление рассказанного, что у нас 3 поселения будут проектированы, заниматься. У нас конвенционные сооружения на сумму 16 миллионов рублей у Земкина. Сумма эта утверждена, и сейчас вот процедуры, которые Григорий Рудович сказал, должны проектироваться. Продолжение следует... Мы проверим, что сказали. Обязательно проверим. Мы общаемся постоянно с этими коллективами, и давайте дождемся, пусть они выйдут на строительную площадку. Они будут строить почти 3 года. Мы успеем там и газ взять, и гуля подкинуть, все будет нормально. Эта дорога, это от Кингисепа до Нарвы будет ремонтироваться. Представители всех заповедов по странам называют, по привычкам, уверили нас, что весной, то есть в эти вот месяцы, апрель-май, апрель затянувшаяся зима, подрядчик обещал выйти и переделать. Не простояла дорога, даже в прошлое это сделали. Какой год? Она даже не стала. Летом прошлого года в августе закончили, и сразу начали стекло переделать. Стекло переделать. Изнают, и подрядчик не отказывается, что он будет здесь. Вот это терроризм. В принципе-то я уже 5 лет, как староста. Каждый год я приезжаю сюда вот на совещание, и никогда не слышу про деревенские дороги, ремонт деревенских дорог. Но вы знаете что, а вот в деревню Липово проехать у нас региональная дорога километр, на которой 32 ямы глубиной полметра. Три километра деревни, будем так говорить, население деревни растет, люди идут на пенсию, они там живут уже. Это самая дорога ужасная. Дорожный комитет области посылали даже видео. Мы написали уже дважды за эту весну письма в дорожный комитет. У них не быстро решается вопрос финансирования, но в принципе нам положительно сказали о том, что будут поддерживать дорогу региональную. Чтобы попасть в ремонт вашей высылковой дороги, то нужно совместно с Лидом Петровичем, если вы уже обращались, это сделали. Я запомнил с ним эти вопросы по решению. Средства, как ты говорил, старцы, которые есть, небольшие, но есть. Или за счет тогда дорожного фонда. Дело в том, что нам выделяют всем деньги пропорционально протяженности дорог по форме 1ДД. Они, как мы слышали, небольшие. 800, примерно 1500 до 800, 900 миллиардных акций. Ну там реально проехать невозможно. Мы многие годы уже обращались в правительство Ленинградской области. Понимаем, что в Ленинградской области 12 тысяч километров дорог, но там тоже живут люди, и надо что-то сделать. И заказник, и Липовская возина, и все так. Значит, этот вопрос, который относится к району, вот именно нашей деревни, а в целом. Вот там по территории Кузенкина делали дорогу. При производстве дороги снимали асфальтную фрезеровку крошку. Эту крошку складировали. Потом крошку продавали. Я просил, можно будет крошку использовать, а нужды именно этого поселения на дорогах проходит. Продажа, конечно, это нонсенс. Я не буду никак это комментировать. Мы, по крайней мере, такого санкции не давали. И это отходы для наших. Но на обочинах проселочных дорог это по законодательству, по проектам выпускать, когда делают обочину. Поэтому давайте в рабочем порядке мы подойдем, и мы обсудим. А когда будет отремонтирована дорога от Матии до Верги, до деревни Верги? Сегодня мы разбираемся с дорогами, которые хоть есть. Видите, вот мы говорим, есть дорога, автобус ходит. И то проехать невозможно. Поэтому, конечно, нужно набрать следствия и очередности. Эту дорогу, эту и ряд других таких дорог проблемных. Мы должны сначала найти возможность вылезти с госрисфонда, сделать массу градостроительной документации. И только после этого мы сможем тратить наши средства из бюджета на проектирование, аспортизацию, поддастрирование и так далее. То есть здесь нам надо набираться терпения. Что мы здесь можем сделать? Только полумер. Представитель отдела ОФОНИЗВЕНКО ГОВОРИТ ПЕСИЛИСКИ. С того же предупреждения начнут с анализа результатов расследования совершенного третьего теракта, а также предупрощенных терактов на территории Российской Федерации. То есть во всех них непосредственное участие принимает долговые мигранты, в том числе иностранные, в том числе и в последствии получившие гражданство Российской Федерации. В соответствии с федеральным законным противодействием терроризму, мероприятие непосредственно по противодействию террористической деятельности терроризма осуществляется органами исполнительной власти, в том числе общественным объединениями и физическими лицами. В работе с работой инженералистической комиссии нашего района заинтересованному ведомству был разработан перечень тем по информирующим дежурным служб отдела ФСБ и отдела МВД Сельского района, в том числе в одной из темы является тема адреса непосредственно проживания трудовых мигрантов на территории сельских поселений. Когда мы запрашивали информацию в администрациях сельских поселений, приходило, пришли отметки, безусловно, тем некоторые, скажем так, ошеломили посылками, между прочим, на старых сельских поселений, что четырех сельских поселений у нас фактически нет в иностранных условиях границ. Безусловно, проверили эту информацию, она не подтвердилась. Отсюда следует, что формальный подход в данной ситуации со стороны администрации поселения, скажем так, он в принципе не может устраивать ни органы исполнительной власти, ни нас как граждан непосредственно. Знайте все адреса, в которых проживают трудовые мигранты. Убедительная просьба в соответствии с этими темами для информирования предоставить фактическую информацию в администрации поселения, где так и так далее, наша с вами безопасность. У меня убедительная просьба власти отнестись к этому вопросу сочетать ее доступно. Компетентные органы проверят эту информацию, насколько легально данный гастарбайтер находится на территории. Я правильно говорю? Мы не говорим же о том, что сейчас вы, извините, кто-то там соседа покажет пальцем, а и там будут какие-то проблемы. Проблем не будет. Проблема будет только если он нелегально находится, он будет выдворен согласно российскому законодательству. В связи с преддверием отступления пожароопасного периода взаимодействия и как работников шоу лесничества, с главными муниципальных образового инициального уровня и непосредственно со старостями, я попросил бы вас отнестись к этому серьезно, так как мы на каждом неделе, когда совещание мои лесничи получили непосредственно распоряжение о том, чтобы они вышли на контакт и увидели, то есть в глаза каждого старостного пообщались с главными. Но я сейчас хочу дать некоторую более полезную информацию. У нас пошла тенденция в стране, и она как привезлась на государственном уровне, это добровольная сертификация наших арендаторов лесных, и в рамках этой сертификации без аналога, я должен вообще засчитать, как она звучит, то есть это требование следующих индикаторов российского национального стандарта добровольной лесной сертификации по схеме лесного предпричитательского совета международного. И у нас одна из организаций обратилась, есть у нас пять арендаторов лесных участков с целью заготовки, то есть у нас, все вы понимаете, вся территория лесного фонда находится в аренде с целью заготовки, и один из арендаторов первый обратился в лесничество о том, что сообщил о том, что они стали на путь этой добровольной сертификации, она предусматривает выработку некой системы взаимодействия на постоянной основе, то есть когда лесопользователь в режиме онлайн, в режиме постоянного информирования через средства массовой информации, через свой сайт, через сайт администрации, непосредственно обязаны проводить дискуссии, обсуждения, информирование населения для необходимости своей работы с ней обустройства территории, то есть это создание мест отдыха для населения, благоустройства, то есть какой-то экспедиционной деятельности, не регламентированной через договоры аренды, а именно благоустройство территории, какие-то тропы, какие-то места отдыха, опять же через это общение, систему этого общения наладить поставку дров населения, то есть чтобы возможность была комплексного решения вопросов непосредственно сложных с использованием участков лесного фонда, с использованием приблигающих дорог, о которых мы сейчас говорили, о тех же мусорных славках, и еще раз говорю, что то привлечение арендаторов в данный процесс, скажем, возникновение каких-то чрезвычайных ситуаций, здесь нам более-менее все понятно, единственное, хочется в рамках данного совещания дать такой посыл о том, чтобы эти взаимодействия выставлены были неформально, а действительно есть документ, который уже мне дали для ознакомления, но так и называется «система работы с местом нацилим», то есть еще раз говорю, это слово «система», слово «ключевое». Пожалуйста, смотрите за пожары, опасности, все такое и прочее, в лесу, все такое и прочее. Вот у меня в прошлом году был субботник, меня все уговаривали, Ивановна, пойдем хоть лес наш почистите. Я говорю, мне мой супруг сказал, идите, если штраф хотите получить, потому что, смотрите, электрики ведут свою линию, напилили, набросали, и вот это все, это самое, любая пластиковая бутылка с водой без воды, хорошее солнце, вот вам элементарный пожар. Весничество не продает кровать, мы занимаемся как-то развернули, чтобы понимать, весничество вообще не убирайте такая шуршня с лесу, чтобы пожаром не было. У нас вот эта проблема, связанная, то, что мы говорим по Кургальскому заказнику, она очень с бородой, и мы сколько раз на площадке Комитета по природопользованию говорили, дайте нам рекреацию здесь, дайте нам в генплане вот какие-то поправки, мы будем отвечать за то, чтобы люди отдыхали правильно, нам говорят, нет, здесь водно-болотные угодья, здесь такие жучки-тараканчики, здесь такие птички и что-то еще, что если туда зайдет нога человека, все в природе будет хана. А если сгорит, то природа остается на месте. У нас сегодня в Кургальске с каждым годом, мы местные жители знаем, да, я по крайней мере очень хорошо знаю это место, 27 лет, пользуюсь, с каждым годом все хуже и хуже становится заказник. Мы должны обратиться к правительству Ленинградской области, чтобы все-таки, а, дорога, которую мы говорили туда была сделана, б, мы должны четко понимать, что нам дадут возможность, нам, жителям Генгисепского района, не распоряжаться этой территорией, а привести там в порядок. Вместе с лесхозом, мероприятия, караедов травить, еще что-то делать. То есть мы должны обязательно обратиться к губернатору Ленинградской области с тем, чтобы создать какую-то комиссию, рабочую группу по Кургальскому заказнику. Это обязательно. Иначе мы его потеряем вообще. Но противопожарные мероприятия выполняются, вы видите, мы полностью делаем, там, скажем так, обустройство противопожарных. Но на сегодняшний день, на сегодняшний день, нам запрещают заходить туда. Приведу маленькой статистики. Вот за этот год, за первый факт, потому что на территории Генгисепского района, в зоне ответственности нашего отряда, потому что, насколько я знаю, не все знают, что на территории Генгисепского района есть еще 70-я пожарная часть, которая служит пусть Лужская, Вистинская, часть Котельского, часть Кузенкинского поселения. Так вот, на территории нашего района произошло 29 пожаров и 65 загораний, в которых был пронимирован один человек и два человека были спасены. Загорание больше всего в Генгисеппии, в Барн-городе и опять в Большевутском поселении. Если мы выявляем в этих населенных пунктах, что там нету предварительного противопожарного водоснабжения, то есть это от места пожара радиус 500 метров нет никакого водоисточника. Мы сразу же направляем письмо в администрацию, чтобы на них проработали вопрос об исключении этой ситуации. За первую практику невдовлетворительное водоснабжение было выявлено в Большевутском, Вистинском, Котельском, Пусомешском и Усть-Русских сельских поселениях. Главное, всем были направлены соответствующие письма и рекомендации, что сделать. Если машина возит 5 тонн воды, расход самого маленького нашего ствола 3,7 литра в секунду. То есть машины хватает на 5. То есть не надо мне рассказывать, что без воды не ездят. Хорошо не добавить судьбе. Вот именно мы все вместе, старосты, депутаты местного самоуправления и непосредственно органы исполнительной власти выполняем все те функции, которые на нас возложены в 131-м законом. КОНЕЦ